Сбежал с места происшествия. В районе кондитерской фабрики на улице Техническая водитель ВАЗ-2110 на пешеходном переходе сбил женщину. С тяжелыми травмами пострадавшую доставили в одну из городских больниц. С очевидцами аварии пообщалась Анастасия Куклева. Пешеходный переход на пересечении улиц Техническая и Артиллерийская местные жители давно называют опасным. Напротив находится школа, а на перекрестке нет ни одного светофора. Отпускать детей в школу просто небезопасно. С ребенком утром я вожу, она в шестой класс пошла. С ребенком за руку хожу в школу. Здесь надо перейти, там надо перейти. Вы понимаете, это очень опасно и очень сложно с ребенком. Хотя она в шестой класс пошла. Мы считаем, что она большенькая. Здесь надо светофор обязательно стоять. Это уже не первая авария, не первый раз ошибает человека. Учительница русского языка 51-й школы Вера Николаевна возвращалась домой после работы. Напротив школы, соблюдая все правила дорожного движения, она переходила дорогу. В этот момент женщину на большой скорости сбила машина. Через несколько минут на месте происшествия уже были ее ученики. Мы пришли сюда, когда тут все произошло. Мы слышали сирену и пришли сюда. И мы увидели, как ее уже на носилках в машину заводили. На месте происшествия самого виновника аварии не оказалось. Он и двое пассажиров его машины спешно покинули место ДТП. Очевидцы, которые находились рядом с его машиной, говорят, что водитель был не трезв. Сначала вылезла женщина, потом двое парней вылезли, а водитель продолжал сидеть. Потом, может, через минуту он вылез. Я вот так вот посмотрел на него, он как по сторонам покрутился и все. И потом, то есть, пока я к машине подошел, пока обратно к женщине, то есть, все уже его не было. Запах алкоголя стоял, когда вот они все вылезли, запах алкоголя был. Из четырех человек, что находились в десятке, патрульную службу дождалась лишь женщина. В момент аварии она ехала на заднем сидении. Очевидцы говорят, она утверждала, что поймала такси и с водителем не знакома. Разговаривать перед камерой свидетель аварии отказалась. Женщина, не скрывайте лицо, все равно от ответа не уйдете. Разговорить с пассажирку десятки удалось только патрульному инспектору. В личной беседе с ним женщина сообщила данные сбежавшего водителя. Поздним вечером виновника аварии удалось задержать. Им оказался 29-летний саратовец. Водитель был установлен и задержан, то есть, привлечен к ответственности. Была проведена экспертиза, соответственно, по которой врачи через 3-4 дня уже дадут заключение официальное, был ли он в нетрезвом состоянии или в трезвом. Пострадавшая учительница в настоящее время находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.